В общем, всем привет! Мы сегодня будем заниматься посадкой картофеля. Сегодня у папы выходной, поэтому мы все втроём это будем делать. Наконец-то земля сухая. В общем, всё для того, чтобы этим заниматься. Как раз-таки именно ту картошку будем сажать, которую мы купили на оптовом рынке в Славинске. Вот чеснок надо... Сейчас я его уберу. Ведро возьмём? Ведро сложное. Да, сейчас возьмём. Потому что его много вишим. И пересадим. Девочек придётся посадить, потому что они... Можешь пересадить вот под виноград. Потому что они не дадут сейчас это. Слышишь, под виноград просто. Я посмотрю. Здравствуйте! Потому что они не дадут сейчас ничего делать. Я начну отсюда махать. Так что отсюда начинаем перейти. Без истинный. Девочки, это угощение. Я не дадут сейчас. Девочки, я не могу. Ты. 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 Субтитры делал DimaTorzok Девочки! Девочки! Мишку надо привязать, потому что она бегает у нас по грядкам. Если ее не привязать, они с малышей просто все сносят. Все, что можно, топчет. Поэтому пока мы чем-то занимаемся в огороде, мы стараемся еще и собаку посадить на привязь, но она уже привыкла. Девочки! Продолжение следует... 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 Ложку, мама, как? Прямо на навоз или как? Да, ложи ложку на навоз, потому что мой бонкотошка уже дядюшка Не топчи сзади Пап, ну как я буду ходить? Ну как-то вдоль зубил, так Вон как Ирина идет, смотри Ну как, у меня ноги... Я как буду... Вот, но я не знаю... Ой, я не знаю... Кошка на соседнем участке наша. Кс-кс-кс-кс. А, мышь! Кс-кс-кс-кс-кс. Камышовая кошка в цвет травы. Кс-кс-кс. Чего-то там ищет. Мышкует. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Наша! Чего? А здесь ты не пройдешь? Ты же здесь не пройдешь. Лишь забор. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. О, скажи, там собака наша. Не успели оглянуться, как кошка-то уже перепрыгнула забор. Как так, не можем понять. Такая кошка и от этих собак быстро перепрыгнет. Что это через такой забор перемахивает. Собаки не перелезут, а кошка перелезла. Бежит. Киска, киска. Тигровая. Киска. Пришла же. Тигр. Киска. Угу. Киска, киска, киска. Киска, киска. 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 Храпит. Все, готова уже тут спать, сейчас упадет. Ну так, на собак посматривает. Одни маслы у тебя уже остались. Добегала по котам. Одни маслы. Одни кости. Да, она просто шерсть сбросила землю. Да, ну да, линяет. Но... С нее вообще слазит сильно. Киска. 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 worthy sprmana процессson. А тут же написано, как под кормка написана. Внесение в рядки при посеве 2-3 грамма. Вредки, значит, мы все-таки 5 грамм. Вот я чайную ложечку взяла, старенькую. И можешь ложить. О, этот совсем по-другому выглядит. Черный, да? Но он вообще другой. О, даже не круглые, такие, как камешки, что ли. Все вместе мы тут, что ли, сажаем? Сегодня. Сегодня, с кошками, с собаками. Смотри, перелазить обык. Точно. Нифига она как, смотри. Да. Ого. Надо же так запрыгнуло, да? Аж на пенек, да? Да. Да, такая прыгающая она у нас. Да, еще много было, вот. Сейчас он по-другому бьет. У нас каросенок-то гонщик будет. Бегает так, как это. А ты сверху его будешь садить? Я уже посадила. А, уже? А где? Около... Лука. Где-то здесь? Ну, я только ряд посадила еще. Здесь в рядах, да? Ну, можно будет. Сегодня здесь в гитаре посадить решила. Ну, вот я про это иду. Да. Чего лучше? Ну-ка, как класть? Вот так, рядом? Ну, рядышком, да. Ну, вот смотри, вот. Да, рядышком, чтобы не задевало навозом картошку, и одобрения не надо. Да. Конечно. Тут что-то как-то... Мне нравится такая сегодня погода хорошая, по крайней мере, нет такого другое, как было. И не жарко. И солнце не мешает работать. А ты знаешь, тоже солнце было бы, было бы тяжело. Жарко было бы. Да еще и не жарко. Ну, я, по крайней мере, работаю, мне жарко. О, вы и не жарко. А тут что, навозки не положили, что ли? Нет Почему? Не знаю Ирина, а что здесь навозки положили? Ну, видимо, пропустила В конце очень много нету Да? Я посыпала, но навоза там нет Ну, сейчас подойду Я подумала, что ты ошиблась просто Может, я, да, может, я это Может, заговорилась И отвлекла Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот действительно, посмотрите, какое оно необычное То есть оно отличается от фертики Фертика такая кругленькая была, ровненькая Шарики такие яркого цвета А это вот как, не знаю, даже Как гравий какой-то мелкий Камешки Камешки Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот так вот на улице проведёшь несколько часов И поделаешь какую-то физическую активность Потом приходишь на обед И тебя разморяет Просто вообще хочется лежать Но мы только ещё половину заканчиваем делать Из того, что папа вспахал Всегда здесь ставлю я такой стульчик Чтобы можно было посидеть Передохнуть Стража будет освобождена Держи, у тебя ноги, Серёжа, грязные очень Нет, у меня всё там ничего нету Как это нет? Ну как нет вообще Потом это всё будет во дворе Вот здесь на дне катушка будет Да, хорошо Только я её на доски положу Чтоб она нигде вас не была Ну да, надо, надо Вот смотри, где ты видишь, что мне грязно Ой, так зачем ты ставишь? Поработали сейчас и пойдём пообедаем Уже проголодались, устали Кресло тут хорошее Ещё столик справа Да, я вижу Собака на столике Это для кружки с чаем Вот Да, здесь чай, да? Я специально так подумала, что надо Ну, куда малыша залезла? Это куда вообще она лезет? Мишка тоже такая довольная Привязали, потому что она чтоб не мешала нам Не мешала нам Линяет Надо расчесывать и расчесывать её И ты молодец Линявая только ты, да, малыша? Я думаю, хорошая, хорошая ты наша Ой, хорошая, хорошая Молодец Так, с ними сейчас весело нам Так весело, что они тут нам бегают Кто там? А домой, если приходят Так вообще тоже на голове ходят Малыша, кто там? Кто там? Да Ус? Ус, кто там? Ус? 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 С-с-с Сразу, ну? Ишка Ишка Свинья хорошая Свинья ходит Да, что-то прилипло Пока Ксюша не Я посмотрел, прилипла Потому что, ну Пока этой камеры нет Не ли тебе, малыша? Ревность такая Ой, как она ревнует Только лишь бы Только не трогали бы Молодец, молодец Молодец Охрана У нас две охраны Да? Мишка Так любит она руки вязать Линяешь ты, да, малыша? А все, весна Смотри, сколько сейчас на тебе шерсти Ой Линявая Линявая Сейчас их домой вообще не надо пускать Ну, видишь, шерсть аж летит Сейчас домой не надо их пускать Потому что сейчас они, если будут линять Все Да их надо прочесать потом Защеской Малыши, не ревнуешь? А то ты обычно же ревнуешь Одну гладим Надо тебя в том гладить Ну вот она, послеобеденная Лень вышла в огород Сейчас будем продолжать сажать картошку У нас еще, получается, половина, да? Ну да Мне кажется, половину мы сделали Ну мы просто поздно вышли Ну да Ну ничего Дальше сейчас продолжим Погода хорошая По крайней мере Будем делать дальше Когда здесь получается Здесь ходить А здесь Делать пять штук Могу не так Сообразить Делать пять штук Теперь Он перегнил хорошо. Закончилось у нас удобрение, еще одно я принесла, следующее называется Экофоска, сейчас мама посмотрит сколько нужно класть этого удобрения. Тоже такое ни разу не покупали? Ну это я выбрала. Я увидела, что оно было не слишком дорогое, а вот здесь было написано. Вообще мы с удобрением никогда не садили картошку, всегда садили только с навозом и с золой. А так как местные садят, почему бы тоже не посадить? 20-25 грамм, ну это как ложка. А подожди, это в подкормку, это совсем другое. Все культуры. Весной под перекопку, ну это как бы один квадратный метр. Овощные культуры, надо разбавлять. Внесение в подкормку, подкормку, подожди, сейчас еще посмотрим. Как-то здесь вот непонятно, да, сколько изобрения. Ну видишь, это если была бы просто перекопка. Это как бы подкормка для деревьев. Мы же для деревьев по идее покупали, просто закончилась. Не думали, что не хватит. Вот видишь как. А это как подкормка идет. Ну давай сделаем вот, ну как это, полушки что ли. Полушки наверное многовато будет. По чайной тогда? Давай по чайной, да. Давай по чайной ложечке будем ложить так же. Пошла докладывать сейчас. Вон у нас соседский свин с малышей бегает. Гончий свин! Гончий свин! Точно гончий свин! Ага. Посчитала я сейчас, что у нас получилось 15 рядов картошки, ну неплохо я считаю. Сейчас еще даже папа пошел за еще картошкой в подвал, чтобы досадить. Тут немножко не хватило нам штучек. 14 наверное он берет. Ты смотри, мама, вот до какого момента картошка, просто дальше ее потом нет, чтобы случайно не закрыть. В принципе тут видно. Вот такая вот она жизнь на юге. Жизнь у моря. Попой кверху картошку садим. Ну вот, получается, считай, ну полдня потратили все равно. Это с учетом того, что этим мы занимались троем. А если один человек будет этим заниматься, то еще больше на это время все уйдет. Но зато своя картошка это всегда вкусно. Понятно, что там проще в магазине купить, но вкус своей картошки это просто... А пюре из своей картошки не передать. Наверное, это стоит всего того, что будет всех тех забот, всего того ухода. Конечно, нам не полностью хватает картошку, там на зиму она заканчивается. Но достаточно, чтобы покушать семье. А завтра уже будем заниматься другими посадками. Тоже есть что посадить. Погода налаживается, и это уже понятно. Теплеет. Мы хотя бы уже вышли из минуса. Где-то плюс шесть, плюс семь у нас сейчас каждый день. Уже несколько дней подряд. Солнце пока не так часто он выходит. Но все равно главное, чтобы не было ветра. Потому что вот те нордосты, что у нас были предыдущие, наверное, полторы недели. Это было что-то, просто что-то с чем-то. Мы не могли выйти на улицу. Потому что смысла особо и не было. Такое ураганище было. Это что-то. Дверь уличную еле как закрывали. Потому что эти порывы ветра. Приходилось держать эту дверь, чтобы с усилиями ее закрыть. А новости посмотрели, что там было в Новороссийске. Фуры переворачивало. Вот что значит жить у моря. И вот что значит нордосты. Просто жалко жителей Новороссийска. Я просто не представляю. У нас тут сильный, а там самый ветреный район Краснодарского края. Там оттас просто. Еще попросили папу вспахать немножечко. Для того, чтобы мы смогли завтра с мамой посадить еще кое-какие культуры. Ну, а какие культуры вы это увидите уже в следующем видео. Так что, если вам понравилось это видео, не забывайте писать комментарии. Я думаю, вам есть чем поделиться каким-то своим мнением, своим опытом. Ставьте также лайк и подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Я также напоминаю, что помимо YouTube канала, мои видео выходят и на Дзене. Так что подписывайтесь и там. Там выходит гораздо больше уникального контента, которого нет на YouTube. Это статьи, фотографии какие-то. И видео пока выходят раньше там. Так что увидимся с вами на обоих этих площадках. Всем спасибо. Пока-пока.